всем привет дорогие друзья с вами я вова и на днях я решил удалить свою gta которую вы наверное уже видели на предыдущих роликах и в принципе аналоги этой gta я уже и заливал на канал и вообще как я уже говорил что не люблю заливать эти гташки кому нужно вы сами можете собрать но коль вы меня очень много просите об этом я не знаю почему если все что я беру я беру именно из интернета и везде это все есть но все же несмотря на это я решил залить и эту gta для вас потому что больше ее на канале не будет и в принципе не на видео и не на сливах я себе поставил full стандарт gta потому что мне уже больше не нужны какие-то навороченные гташки и так далее все что основное конечно мне нужно для работы с админкой я перенесу на другую gta но в целом в этой gta останется все то что мне нужно для работы на админке и я вам сейчас хочу все это показать как это работает чем это помогает и даже может быть это гта подойдет для администраторов из других серверов и кому-то она будет полезно и может быть даже и вам потому что многие просили и фист с этой gta и худ и прицел и все остальное и конечно же прежде чем я начну озвучивать все что в ней есть я зову вас всех на green server это сервер где я играю где мы все играем с нашим коллективом семьи лопес и вы знаете что плохого я вам не советую я специально выбрал именно этот сервер не просто так именно для того чтобы звать сюда и свою аудиторию потому что на мой взгляд это один из самых успешных серверов адванса скорее всего даже самый успешный и самый играбельный как по мне для игрока из гетто у нас самые крутые правила и фастить можно и все остальное и я уверен что вам это тоже закатит и вы будете тоже играть здесь вместе со мной а как вы знаете играть мне осталось совсем чуть-чуть поэтому я вас всех приглашаю именно сюда сейчас вы на экране можете почитать какие привилегии дает мой промокод поэтому давайте приступим и первое что в этой gta очень важно это телепорт их тут всего три это три файла которые помогают мне телепортироваться от места к месту без учета админских команд а именно файл zen и zm разработал телепорт бывший администратор максимус prime и это его телепорт он сам написал тот скрипт он позволяет телепортироваться и по каким-то важным местам и также он позволяет телепортироваться и по респауном организаций он очень полезен мне он очень удобен и активации у него zen и zm это сочетание клавиши на английской расклад принципе про него все рассказал и следующий телепорт это на колесико мышь это просто телепорт на какие-то недалекие дистанции и я им особо не пользуюсь и он мне не нужен я не знаю но учтите что зачеты в любом случае во первых на сервере кикают и во вторых вас все равно будут банить поэтому использовать как бы эти телепорты вам но в принципе нет смысла следующий очень полезная вещь это mp hell и варнингс это два файла которые лежат в папке some funks у меня кстати в gta этой папке нет они у меня лежат в корне но кстати я видел что на грине игроки играют тоже с этими скриптами конечно у нас это не запрещено может где-то это на сервере и будет запрещено поэтому если вы поставите себе эти скрипты будьте внимательны чтобы избежать наказания там если это запрещено правилами сервера в чем их суть варнингс это выдаются варнинги на какое-то чрезмерное количество попаданий либо на использование салента ему попадание дамаг через стены и mp hell это варнинги на сбива аптечек это конечно тоже необходимо я недавно себе поставил эту феню и она мне тоже очень сильно помогает чтобы наказывать нарушителя на сервере следующая очень полезная вещь для меня и как для любого наверно админа это инвиз и помогает он в том что когда я слежу на капте я летаю на аэрбрейке кстати он здесь тоже есть сейчас я про него расскажу инвиз помогает отслеживать инвиз помогает скрывать свое наличие в принципе присутствия на капте и когда вы летаете вас не видят игроки и тем самым их желание не нарушить становится намного больше и нарушений на сервере меньше я всегда на капте слежу за инвизом бывает такое что я бываю выключать но в целом это очень необходимый скрипт для админа который следит за каптами в гетто так вот насчет аэрбрейка аэрбрейк активируется на control 2 конечно же и вас сразу кикнет если вы будете его использовать и даже не вздумайте я просто рассказываю то просто делюсь с вами своим опытом что нужно админу и что ему действительно поможет для работы на адвансе ну может даже на каком-то другом сервере активация control 2 и он постепенно летает на нам 1 и 2 и 3 позволяет регулировать скорость передвижения про аэрбрейк я вам рассказал ну следующее наверное полезная вещь это гэм и в х за гэм опять же на адвансе кикает за за мой который лежит тем более активация в х тут есть и ультра есть и обычная в х которые активируются через команду слышь в х она нужна мне для того что бывает что у меня не работает шадуха и мне приходится фрапсить бандикамом и ультра на бандиками не видно и случае предоставления доказательств старшей администрации что тот или иной человек нарушил я конечно же слежу не в сп обычно я слежу в аэрбрейке и я врубаю именно в х и вы видели у меня на дом из выпусков также я фрапсил бандикамом конечно когда я фрапсил бандикам я езжаю и то в х и ультра чтобы отличать где какая банда чтобы определять наказание да кому давать варн той банде или иной потому что в причине наказания всегда нужно выделять именно какая банда для чего это делать я вам не буду объяснять вы все это сами прекрасно знаете есть клео камера на мне просто давно лежит там сделать какие-то скрины еще что-то активация 0 и на нампаде вы можете ее регулировать стоят тут всякие фпс блоки и мэмори всякие полезно я всегда ставлю они мне как лежали всегда так они у меня лежат на рабочем столе я их гоняю из папки в папку каждый раз когда переустанавливаю gta по клео скриптам я вам в принципе все рассказал тут еще есть фас алга там и другие прочие это все я это рассказывал до этого и не буду повторяться поэтому кому нужно посмотрите предыдущие ролики прежде чем я хочу продолжить дальше рассказывать про это гта я хочу поблагодарить всех тех людей которые несмотря может быть на какие-то трудности на моем канале продолжают меня смотреть кому-то это все же интересно и я этому рад на самом деле даже пусть активность не такая уже большая как была там пару лет назад я все равно делаю я делаю это для вас любом случае если бы не было вас конечно бы и роликов тоже не было поэтому поэтому спасибо вам большое давайте тогда дальше тут стоит моя синца я также если вала в предыдущих gta у меня стоит на строчку вот на мышке приблизительно вот такая то есть вот эти вот палочки я вам тоже показал стоит мой прицел как мой смысле мне кто-то скидывал но я с этим прицелом всегда для меня это наиболее удобный прицел я с ним играю уже очень давно наверное даже больше года и это реально самый крутой прицел из всех которые я когда-либо видел я сливал его вариации в синем цвете не помню сливал ли я в красном но в этой gta именно вот этот красный прицел наверное вы уже обратили внимание на fist fist это обложка моего канала именно аватарка это аватарка у меня стоит и в скайпе и вообще вы наверно кто вообще самый олдовый олды тут это аватарка стояла у меня в темно-зеленом цвете еще наверно года четыре назад на канале и в скайпе и везде она у меня тоже была мне очень нравится этот арт называется чекана стиль сайта где я беру эти арты называется brown pride может кому-то тоже будет интересно и кстати много артов я укладываю своей группе вот этот fist я тоже заливал свою группу если вы еще не подписаны подпишитесь ссылка на мою группу будет в описании в целом эта группа паблик нашей семьи лопес но мы там все публикуем всякие новости там о стримах и так далее все это есть там и бывает периодически что-то я туда выкладываю в целом вот этот fist вариация моего тарки в черно-белом цвете с надписью федерико я его просто подогнал в рамку круглую и заменил png файл и теперь я поставил на fist и на новый gta у меня тоже будет многие просили многие писали держите ловите все для вас кстати пока еще не забыл многие ребята просили меня перезалить файл с gta 2011 года я на днях этим займусь я помню не надо мне влудить я как разберусь я дам об этом знать в одном из будущих роликов ну и в целом что тут звуков нету ничего нету в худ вы посмотрели сами шрифт стоит такой в эскейпе вы тоже посмотрели на паузе какой шрифт обратите внимание что здесь поменьше радар и маленькие иконки здесь стоят и вы тоже увидите я в конце покажу в целом ребят все то есть интерфейс я вам тут все рассказал и тут ничего никаких ганов нету они мне в принципе не нужны потому что я уже терял интерес коптиться где-то за кого-то заходить я бывает захожу время от времени если есть время но у меня его к сожалению очень очень мало на то чтобы успевать и на админке на то чтобы заниматься и учебой своей на то чтобы и отменить на сервере еще добавок этому делать ролики в целом я тоже не робот мне нужно время еще и на отдых какой-то на времяпровождение со своими друзьями знакомыми и с родителями поэтому времени у меня очень очень мало и извините что ролики уходят так редко к сожалению на это есть причины и это все не просто так ссылка будет в описании никаких квестов сразу заливаю на google диск там или google drive не помню как называется спасибо еще раз за просмотр не забывайте что я зову вас всех на green сервер промокод лопес бетриоз водите освещайте выносите в люди как 12 апостолов приносите людям мой промокод и кстати вот сейчас я вам покажу небольшую статистику наших промокодов за все время моих съемок конечно хотелось бы видеть статистику намного больше но увы поскольку каналом я очень долго не занимался потому что в силу своих каких-то интересов жизни я забросил свой канал и сейчас это все дает свои плоды поэтому как-то вот так вот всем еще раз спасибо подписывайтесь не забудьте поставить лайк пишите комментарии и всем до новых встреч с вами был володя лопес всем пока